Размешиваю в ведре раствор гипсовый, потому что воды сюда добавлять нельзя, чтобы он был пожиже. Можно только его омолодить за счет того, что я его вращаю. Сейчас мажу до этой пены, но она, видите, выскочила мне. Выгибается. Деревяшка. Накидываю. Замазываю всякие дырочки. Любили заодно. Пишем комментарии, ставим лайки. И подписываемся. Ребята, это ниша в комнате. Тут будет отдельный свет и будет стоять перегородка из шкафа, типа этажерки. Поэтому тут другой уже свет, свой свет. Тут я тоже напихала пены, которая упала на пол. То, что я вам говорила. Перегородка гипсолитовая, она не доходит до потолка. И всегда раньше тут веревки пеньку клали. Потому что, когда деформация идет у дома, чтобы на этой стене ее не выпучила, чтобы она не потрескалась. Она будет гулять и очень хорошо. Потому что пена, она тоже эластичная. А если туда какого-то цемента добавить, то он не даст гулять в стене. А пена дает. Пена, пенька, тряпки. Накладываю на шпатель 30 сантиметров. А маленьким шпательной лопаткой 100 на 120, купленная в Леруа, помогает мне в этом справиться. Потому что у нее эргономичная ручка и негнущиеся лезвия, толстая, миллиметровая. И за счет того, что вот так вот я под наклоном, у меня рука совсем не устает. Усилия я почти не прикладываю, а разравнивает она очень хорошо. Помогаю большим шпателем справиться. Из нюшки снимаю. Давлю вот сверху пальцами. Пальцы для того, чтобы ими работать, а не просто так для красоты. Я поставила и на них любуюсь. Пальцы рабочий инструмент, маляра. Так, ну что, ребята, пускай эти подержат, а штраба застывает. Сейчас снизу. Спасибо. 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 Продолжение следует...